Комары в этой квартире, как на болоте, и в тут сотни и тысячи. Такое жилье администрация города купила сироте Денису Матвееву. Насекомым здесь рады только пауки. Они на такой кормовой базе расплодились в каждом углу. А еще здесь дышать нечем. Квартира на первом этаже. Из подвала в комнаты проникают не только живые организмы, но и влажность. Вентиляция неисправна. Первый раз вижу такое, что их бы туда, вот сюда бы на сутки просто посадить и посмотреть, что с ними будет. Как они отсюда будут убегать. И закрыть их. А так-то никуда ему давать детям-сиротам-то такое. Они что, может быть, от нас избавляются? Я не знаю. Денис со сложной судьбой и характером. С шести лет его воспитывает тетя Ольга Тимофеевна. Она и сейчас отстаивает его права. Говорит, Денис подписал договор соцнаймы с мэрией, не подумав. И теперь семья просит предоставить другое жилье. Раньше эта пятиэтажка была общежитием. Ей почти 50 лет. Несмотря на прискорбный вид, дом не признан аварийным. А капитальный ремонт, к примеру, фасада здесь запланирован на 2046 год. Я считаю, что это нерациональная трата бюджетных средств. Потому что мы говорим с экрана, что нам не хватает в городе ни средств, ни на что, ни на садики, ни на озеленение, ничего. И покупаем в том же за миллион семьсот вот такое жилье. Которое стоит, в принципе, если так вот посмотреть, миллиона, миллион, миллион сто, не более. Квартиру эту чиновники мэрии для Дениса купили в прошлом году. Говорит, такого там раньше не было. Жилье было в приличном состоянии. 40 квадратных метров сироте купили через аукцион. Все по закону. Это вообще торги. То есть я не выбираю того, кто мне продает. А жилье не пригодно для проживания. Не признано аварийным. То есть вы заявились на аукцион. Цену сбили. Победили. У семьи Матвеевых нашлись высокопоставленные заступники. Ольга Тимофеевна обратилась к председателю законодательного собрания Александру Усу. А он направил обращение к прокурору края. Тот пришел к выводу, что эта квартира не соответствует санитарным и техническим правилам и нормам. Прокурор потребовал устранить нарушение жилищного законодательства. При посредничестве мэрии в квартиру зашли гости из Таджикистана и начали ремонт. Предоставить другое жилье чиновники пока отказываются. Виталий Поляков, Михаил Масленников. Афонтова новости.